Результаты работы 2015 года представили сотрудники службы исполнения наказания, таким образом дав негласное начало итоговым коллегиям всех региональных ведомств. Заслушать доклад местного руководства и познакомиться лично с учреждениями приехал заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов. Генерал осмотрел выставку продукции, изготавливаемой спецконтингентом, и отметил, что именно в кризисный для страны период учреждения должны делать ставку на обеспечение нужд колоний, товарами собственного производства. ФСИН выпускает более 100 тысяч наименований товара, я не оговорился, именно 100 тысяч наименований товара, более чем на 50 миллиардов в год рублей. Но все равно, понимаете, что у нас большое количество спецконтингентов, которые у нас находятся полностью на вещевом довольствии, естественно, полностью на питании, естественно, мы их должны кормить. В учреждениях функционируют швейная, кожгалантерейная, деревообрабатывающая, металлокаркасная и строительное производство. Продукцию выпускают на сумму в 362 миллиона рублей. На территории 10-й колонии с 2015 года производят майонез, в 4-й колонии – макароны. Развитие сельского хозяйства – первоочередная задача на этот год. Во всех учреждениях функционируют сельскохозяйственные участки. ФКУ КП-12 является специализированным сельскохозяйственным подразделением. По состоянию на 31-е и 12-е 2015 года подразделение УИС Ивановской области содержалось 395 голов крупного рогатого скота, 695 свиней, 53 овцы, 6 лошадей, 100 курней сушек, 188 кроликов. В 2016 году планируется повысить уровень самообеспечения до следующих значений – молоко 100%, мясо 34%, овощная культура и капуста 100%. 2015-й для УФСИНа можно считать удачным. Снизилось количество самоубийств среди спецконтингента, уменьшилось на 38% заболеваемость туберкулезом. Побегов не зарегистрировано. Амнистия в честь 70-летия Победы прошла без существенных нарушений. На свободе оказались 1877 человек. Визит высокого начальства – всегда волнительный момент для местного руководства. Олег Коршунов уверил, что кадровых перестановок и увольнений после его посещения региона в УФСИНе не будет. Претензий к Ивановскому нашему УФСИНу у меня нет. По линии директората УФСИНа у нас нет. Есть свои проблемы, они есть у всех. Есть свои тонкости, проблемы по линии медицины. Но, еще раз говорю, это обычные рабочие моменты. В планах визита генерала Коршунова – посещение следственного изолятора и двух колоний. Седьмой – женской в областном центре и исправительного учреждения номер 10 в селе Бородино Гаврилово-Пасадского района. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.